Утро доброе, мои хорошие, мои любимые, с вами Олива на моем канале, у меня утро, 8 утра, я тут с бидончиком иду к своему рабочему месту, потому что привезла с тобой колосочки, сейчас секунду поверну камеру, вчера мы с Янкой ходили, да, Янка с дачи вернулась моя, ходили с Янкой гулять в поле, вот, я опять колосков нарезала, и знаете, хорошо, что я нарезала на работу только, потому что я думала нарезать еще дома, чтобы они стояли, мне очень понравилось, как они дома, выглядят на кухне в вазочке, но у меня Яна села на кухню рядом с ними, и я смотрю, она бедняжка вся краснеет, у нее начинается кашель, она начинает чихать, в общем, она такая аллергик на многие виды цветения, ну и в том числе вот на злаковые культуры, соответственно, сразу сегодня с самого утра унесла из дома, потому что Яна, я не хорошо, так, у меня там уже чайничек, сейчас вас немножечко закрою своими колосками, поверну камеру, у меня уже чайник закипел, сейчас буду делать кофеечек, опять на неделю я пропала, ну не переживайте, все нормально, все хорошо, просто неделя такая достаточно однообразная была, единственное, там вот в инстаграме вам показала, один день у меня был такой сумасшедший, это среда, это был мой рабочий день, когда, такое ощущение, около полгорода Минска решила купить у меня цветы, и у меня вымели все из холодильника, у меня осталась только розовая красная гвоздика, 4 альбы, и там, по-моему, штук 10 роз, которые на оценке до этого стояли, все, вообще, у меня было абсолютно пусто, я тут до 11 часов была вечера, потому что ждала свежий привоз, чтобы утром открыться уже с нормальным полным холодильником, в общем, это был дурдом какой-то, ну и хорошо, и хорошо, пусть бы так всегда было, пусть бы и сегодня так было, Ну, посмотрим, у нас пасмурно, настроение отличное, мой рабочий день, всех вас очень сильно люблю, очень по вам скучаю, надеюсь, и вы тоже, пойду заварю кофе Я так кофе себе заварила, но я еще не пила, он еще охлаждается, а за это время, сейчас подождите, букетик делала, с самого утра заказали букет, небольшой, недорогой, самое главное, очень-очень стойкие цветы, потому что, как я понимаю, дарить скорее всего будут вечером, Потому что сейчас заберут и вроде как он на работе будет, я не уверена, но приблизительно мне так вот показалось, что целый день на работе простоит, в общем, боятся, чтобы букет был в хорошем состоянии за счет того, что будет ждать, ну и вообще, чтобы долго порадовал, поэтому, как всегда, самый стойкий цветок Вспоминаем, это у нас альстромерия, это у нас хризантемы, это у нас букетная гвоздика, поэтому именно основа этого букета, именно эти цветы, плюс веточка лимониума, чтобы чуть-чуть разбавить, и вот эти вот колосочки, которые я сегодня принесла, все аккуратно упаковано, снизу подложка из тиши, для того, чтобы цветочкам было комфортно, пока их будут транспортировать, кстати, муж должен приехать за этим букетом, он его повезет, и вот такая корейская пленочка под старую газету. Ну, вот такой он получился, прикольный, яркий, с настроением. Так, что еще вам рассказать? Теперь я пойду... Положила его на стол, даже воду уже ставить не буду, потому что очень скоро Дима за ним заедет. Что я хотела вам сказать по поводу твоей работы? Вы знаете, я очень люблю вот именно сделать букет, вот так вот положить его на стол, когда еще валяются ножницы, ну, какой-то там китоленты, инструменты, да. Не знаю, почему мне вот этот вот момент на рабочем столе, какие-то итоговые работы, либо момент, когда мы только подготавливаем цветы, у нас все лежит. Мне очень нравится визуально, то есть я как человек-визуал, которому хочется смотреть на приятное, на красивое, я получаю истинное удовольствие от вот этого момента. Когда вот стол абсолютно пустой, когда у нас все спокойно, мне немножечко скучновато. А вот на такой, на такую картину с утра я могу смотреть, мне кажется, вечно так же, как и на огонь. Многие же люди любят смотреть на огонь, я обожаю смотреть на огонь. Мы с вами сейчас подглядывать будем. Не успела я отдать букет байкеру на доставку. Как мне позвонили и попросили срочно сделать еще один букет, вот за ним придут через 5 минут, поэтому быстро показываю. Алиум, пистош, колоски, алистромерия, мисти баблс, мотиола, лимониум, вот такая вот опять же упаковочка, корейская пленка, внутри радужная корейская пленка, тишью, сейчас возьму в ручки и успею еще около себя вам его показать, чтобы вы понимали приблизительно размеры, как он выглядит. У меня одела специально белую рубашку, ну, думаю, понедельник, такой спокойный день, знаете, особо тут сильно много бегать никто не будет, с учетом, что сейчас только 9.20, и это уже второй букет. Вот, вот так он выглядит на фоне меня, но давайте не будем забывать, что я маленькая, поэтому это не значит, что букет очень громадный. Он, в принципе, такой стандартный, но в нормах такого уже среднего бюджета. Вот, мне очень нравится, алиум чуть вывела в бок, остальной цветок с другого бока, чтобы равновесить. В едином цвете он получился такая, бочоночком, как я называю, упаковка, не знаю, почему именно так я ее называю, но мне, в принципе, нравится. С минуты на минуту за ним придут, слушайте, алиум пахнет чесноком, но это же есть как бы чеснок, но раньше он как-то шел без запаха, а тут прям вот такой вот аромат цветущего свежего молодого чесночка. Ну, с учетом, что сейчас так пасмурно стало у нас, плюс многие болеют, в общем, с подтекстом, что букет такой, чтобы не болеть, я думаю. В общем, на самом деле, не знаю. Обожаю алиум, очень люблю. И вот, что касается букетов, которые лично мне нравятся, да, особенно по колористике, вот это вот мой букет. Я очень люблю вот именно в таких тонах, сиреневых, фиолетовых, вот таких лавандовых, мне очень нравится. Такие букеты меня просто окрыляют и добавляют мне вдохновение, добавляют мне улыбки на лицо, хотя я и так все время улыбаюсь, вы это знаете. В общем, вот такой букет, все, на ним сейчас уже идут. Снова начались проблемы с картой памяти. Я тут на две минуты вам уже наговорила, чем я тут занимаюсь, о том, как я жду подружку в гости, которая вот должна скоро ко мне прийти, и о том, что я тут сделала уже все, что мне надо было сделать по работе, и дальше перешла на общение с вами, на тему исполнения желаний, и столько всего вам уже рассказала, и у меня ошибка карта памяти, ничего не сохранилось. Такое было уже на неделе, когда я пыталась вам снимать видео на прошлой неделе, и у меня периодически блокировалась карта памяти, и закончилась тем, что я выключила камеру, просто положила в рюкзак, решила, значит, наверное, затмение так влияет на мою камеру и на мою карту памяти, значит, снимать сейчас не стоит. Сегодня вроде все пока было хорошо, вот до момента, пока я не стала вам рассказывать про желания. Значит, о чем это говорит? О том, что сейчас не время вам рассказывать секреты про исполнение желаний, но у меня идея снять для вас такое видео, потому что вы знаете, я верю в исполнение желаний, я верю в силу желаний, и я верю в то, что все, о чем мы думаем, что мы загадываем, то, к чему мы стремимся, то, что мы чувствуем внутри, да, это всегда все сбывается, но есть некоторые моменты, которые могут ускорить эти процессы. Вам интересно? Если интересно, пишите в комментариях, будем с вами немножечко общаться на тему желаний. Договорились? Все, быстро выключай камеру, потому что если и это не сохранится, мне будет очень обидно. Вообще, из-за чего я подняла тему желаний? Давайте быстро попробую все-таки вам кратко кое-что показать и рассказать. Месяц назад я заказала себе через Инстаграм, есть такой аккаунт, называется «Все исполнится», я могу вам ссылочку оставить, браслетики для исполнения желаний. Это красная нить, я думаю, вы такие нити видели много у кого, у меня, кстати, на руках они тоже есть. В Инстаграм-аккаунте «Все исполнится», там именно такие красные нити для исполнения желаний. Очень много рекламы идет, очень много кто из блогеров уже это пробует, рассказывает. Я давно на них подписана, я все время смотрела, смотрела на эти браслетики. Они, кстати, стоят совершенно, совершенно недорого, то есть кто угодно может заказать один себе, либо набор этих браслетов для желаний, например, для себя и для всей своей семьи. Просто вот я все думала, думала, ну, заказать, заказать, а потом решила, что я думаю, возьму и закажу. Я заказала. И они у меня уже больше двух недель лежат, я до сих пор их не одела, и ко мне идут. Прерывала нас именно моя подруга, которую я ждала, мы с ней посидели, выпили чай, сходили за круассанчиками, покушали. В общем, сейчас она поехала домой, а я вам решила дозаписать видео про желания. И я вам начинала рассказывать о том, что я заказала браслетики для исполнения желаний. Это вот такие красные нити. В общем, сейчас вам покажу сразу с конвертика. Давайте сразу все вот так вот высыпем. Я брала набор на сайте, есть сайт, все исполнится, и есть инстаграм. Я вам оставлю ссылочки под видео, кому интересно, они совсем недорого стоят. Вот красные нити-то в подарок мне положили. И вот такой браслетик 2020 положили в подарок. А я себе выбрала с солнышком, с клевером и с бесконечностью. Нам большой выбор, в зависимости от того, какие желания вы хотите загадать. Расписано, как загадывать. Также мне положили вот такое облачко для исполнения желания. Вы записываете сюда желание, которое вы потом будете загадывать, когда нить будете завязывать. И прячете в укромное место. И вот такая карточка тоже для загадывания желания. И все, носите, носите все время, не снимая до тех пор, пока у вас не прорвется ниточка. Если она у вас упадет с руки, развяжется сама или порвется, то это говорит о том, что в скором времени ваше желание исполнится. Я знаю, что очень многие люди в это верят. Я в это верю с точки зрения визуализации. Когда у вас на руке, например, браслетик, и вы загадали желание, это как крестик, да, чтобы что-то не забыть. Когда мы рисовали крестик, чтобы сходить за хлебушком и не забыть принести хлеб. Вот то же самое. И этот браслетик с вашим желанием. Вы его загадываете, вы смотрите на этот брелочек, вы его представляете. И потом, все время, когда вы ходите, где бы вы ни были, вы, видя у себя на руке этот браслет, так или иначе вспоминаете и визуализируете свое желание. А именно эти вещи, они и приближают исполнение очень многих мечтаний. Потому что многие люди вроде как загадали и забыли. Хотя иногда говорят, что можно, наоборот, лучше забыть про желание. Но, не важно. Говорят по-разному. Я вот хочу попробовать с этими браслетиками. Потому что, вот, например, мои некоторые желания исполнялись именно тогда, когда я их загадывала и забывала. Но разница только в том, что исполнялись они ориентировочно через 3 года, через 5 лет. А вот, говорят, если визуализировать, то все исполняется намного, намного быстрее. Еще раз все исполнится. Есть инстаграм, есть сайт. Тяжело, когда в вашей семье есть блогер. Вот звонит муж, хочет со мной пообщаться. Я говорю, я не могу с тобой пообщаться, потому что мне надо букет успеть заснять на видео, показать моим любимым зрителям. Потому что за ним с минуты на минуту придут. Мне дали совсем чуть-чуть времени на то, чтобы я тут самостоятельно все сделала. Букет для моего постоянного покупателя. В принципе, по его предпочтениям, как он любит. Он очень любит эустома. Он всегда, когда видит, берет эустома. Ну и просит чем-то ее миксовать. В этот раз она, она вымиксована с... Давайте поближе подойду с изомтамносом, астромерием, лимониумом и колосочки. В общем, вчера в поле сходила. Колосков нарвала. И теперь все мои букеты вот с этими колосочками. Слушайте, мне так нравится, так здорово. Вот, единственное, я их, каждый этот колосок, сегодня с утра, помните, я вам говорила по поводу аллергии. Аллергия, она на вот это вот цветение, на ту пыльцу, которая, вы если будете рвать колоски, вы обратите внимание, такие тонюсенькие, когда их начинаешь трясти, с них такие как маленькие-маленькие, как пыльца точнее, да, как палочки выпадают, желтенькие. Вот-вот-вот это, вот эти, вот эта пыльца и вызывает аллергию, поэтому максимально обтрясите, обтряхните, а можете даже помыть и просушить. Вот, чтобы не вызывать аллергии. Когда вы так проработаете, тогда все будет хорошо. Вот я это все сделала у себя здесь на работе для того, чтобы смело ставить в букетик. Надо было это вчера дома сделать, чтобы Янка моя бедная не сходила с ума. Вот, мне букеты очень нравятся. Понимаете, я вам сегодня показывала букеты, говорила, что вот он мой. Вот он мой, мне он нравится, это то, что я люблю. Вот сейчас я тоже самое могу сказать про этот букет. Вот он абсолютно мой, потому что он мне тоже очень нравится. Еще если бы меня спросили, хочу ли я получить в подарок такой букет, да, хочу. Вот именно такой, именно в такой упаковке, чтобы чуть-чуть светлого тишью и минимально крафт. Вот просто минимум упаковки, но весь акцент исключительно на цветы. Мне тоже, тоже нравится. И именно, знаете, что вот я до этого колоски эти с эустомой не соединяла. А вот сейчас соединила. Во-эффект. Очень красиво смотрится. Эустома такая, вы же сами знаете, с такими стрелочками. И эти колосочки вообще супер. Даже просто эустома вот с колосками, я думаю, будет красиво. Ладно, все, жду теперь покупателя, который заказал этот букет. И перезваниваю мужу, а то он обиделся, что для меня, видите, вы дороже. Чем разговор с ним в телефоне. Пока я не куплю себе новую карту, я чувствую, я не буду вам снимать видео. Все, я не могу. Я сегодня снимаю, я не успеваю вам что-то рассказать. У меня блокируется карта и все, и пишет ошибка, и ничего не сохраняется. Я только что вам три минуты рассказывала о том, что вот у меня сейчас были жених-невеста, заказывали свадебный букет. Рассказывала в подробностях, как это было. Все исчезло. Я вам показывала холодильник, тоже целую минуту показала, рассказала, где что и как. Тоже ничего не сохранилось, все удалилось. В общем, я не знаю, что делать. У меня в 8 часов надо ехать домой. И что делать с картой? Надо заехать в магазин, купить новую карту. Но сегодня я уже не поеду. Поэтому уже что у меня сохранилось, какая информация, то вам покажу, то и смонтирую. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Но вот видите, бывают такие технические моменты, которые тоже надо учитывать при съемках видео. Включен свет. Все-таки попробую еще раз заснять вам холодильник. Вот то, что у меня на данный момент осталось. Один одинокий алиум вон там. Четыре гортензии. Сегодня всю красную гвоздику забрали. Хризантемка стоит. Розы еще достаточно. Альстромерии тоже. Но вот такой экзотики осталось очень, видите, мало. Там всего три пиона, пару мотиол. Тюльпанчиков тоже совсем чуть-чуть осталось. Но ничего, ничего. Есть с чем работать, есть с чем делать букеты. Опять же, по классике роза есть разная. Видите, там зелененькая. О, как отверткой удобно показывать. Лимонада, эсперанца, квиксент и фруктета. Вот. Хорошая роза, хорошие цвета. И микс такой цветной гортензии. Вот не хватает какой-то яркой, красивой, например, малиновой. Но ничего, в следующий раз возьму. На улице такой сильный дождь прошел. О, у меня, кстати, моя вывеска, видно. Видите, я сейчас могу, пока машинка прогревается, посмотреть, не идет ли ко мне кто-то. В общем, дождь прошел. Весь день было пасмурно. Но тепло, очень тепло. Сейчас скажу, 21 градус. Ветра нет, за счет этого очень комфортно на улице. Вот мне нравится такая погода, пасмурная и не жаркая. И, в общем, сейчас еще и дождик прошел. Пока с невестой я общалась и с женихом. Ну, класс. Все мои хорошие, мои любимые. Как вы видите, я уже дома. Сейчас надо уже переодеться в домашнюю одежду. И помыть посуду, которую тут за день Янка складировала. И приготовить покушать. Сядем, поужинаем. Настроение к концу дня хорошее. В принципе, такое же, как и было целый день. Мне хочется улыбаться. Очень спокойный день. И при этом хороший по людям, которые ко мне заходили. Плюс, вы знаете, подружка ко мне приходила. Вечером жених с невестой меня порадовали. И погода меня радует. Несмотря на то, что солнышко спряталось. Но все равно очень комфортно. Очень хорошо. А домой ехала, включила радио мелодию века. На всю громкость. Там такие классные песни были. И знаете, сыграла какая-то песня Влада Сташевского. Не верь мне, милая. Да. Нет, не это. Не верь. Другая. Сейчас. Нет у меня друзей и нет врагов. Вот. Вот эта песня Влада Сташевского. Я ее, мне кажется, тысячу лет не слышала. И я вспоминаю. Я была еще в школе училась. Когда он был знаменит. Когда крутили эти песни. И ходила такая шутка. Что если поставить человеку в замкнутом пространстве нон-стопом кассету. Тогда же еще были кассеты Влада Сташевского. То человек признается во всем даже в том, что он не совершал. Скажу честно, я не знаю, почему к нему так относились. Я сейчас с большим удовольствием прослушала эту песню. Вспомнила, проностальгировала. Мне вызвало только это улыбку. А потом Высоцкого поставили песню. Усоцкого я вообще, я обожаю песни Высоцкого. Надо мне, наверное, скачать себе на флешку. И просто периодически ставить в машине. Потому что песни Высоцкого, они, знаете, очень классный мотиватор. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот какая-то такая сильнейшая энергетика в его песнях, в его голосе. И когда ты слушаешь песни Высоцкого, просто кажется, что ты можешь свернуть горы. Поэтому у кого упадок сил, я вам советую. Вот на самом деле прослушайте пару песен Высоцкого. Вам поможет. Вот, потом мне отпишитесь в комментариях. Все, быстро выключаю, пока опять не начала выпендриваться карта памяти. Только что Яна ко мне завязала браслетик. И я загадала желание. Вот такой браслетик с солнышком я взяла себе. Вы, кстати, может видели у меня даже логотип. Вот здесь вот снизу будет. Для быстрой подписки на канал тоже солнышко. Потому что для меня очень много значит символ солнца. Поэтому я часто, часто к нему обращаюсь. В общем, завязывала Янка. Почему Яна? Потому что по правилам загадывания желания на эти браслеты, завязывать браслет на руку должен самый дорогой и близкий вашему сердцу человек. В моем случае это Яна, это моя доченька. Она все для меня. Поэтому я специально ждала, когда она приедет с дачи, чтобы именно она завязала мне браслетик. На три узелочка она завязала. И все. И теперь я буду носить, смотреть на солнышко, вспоминать свое желание, думать о нем, чтобы оно исполнилось. И говорят, что как только ниточка порвется, значит желание начнет исполняться. Так, у меня наконец-то завтра маникюр с самого утра. Поэтому, поэтому я на него пойду. А вообще у меня уже 10 часов вечера. Слушайте, как-то лампа вечно торчит у меня из головы. Надо ее включить, так хотя бы будет имитация какого-то свечения из головы. Приятнее будет. В общем, шучу. Надо ее убрать отсюда, эту лампу. И вот, Яночка идет. Там лампу с головы торчит? Да, вон та. Видишь? Вот, Янка убрала. Лампу смотрю в окошко, наслаждаюсь очень красивым закатом. Хоть солнышко и не видно, но все равно оно садится. И хоть только тучки на небе, но оно так освещает красиво тучи. Привет. Оно очень красиво освещает тучи. Такие разные оттенки, от розового до оранжевого. Очень люблю смотреть на закат. Просто вас вообще обожаю. И что вам хочу сказать? И на этом сегодня уже попрощаюсь. Завтра с вами постараюсь опять увидеться. В общем, буду смотреть, как себя ведет карта памяти. Если что, поеду в магазин покупать новую. Все. Мои вы любимые. В общем, Янка тут напротив сидит и меня пародирует, как я снимаю видео. А вы слышите и хохочут. Поэтому быстро прощаюсь. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что не забываете про меня. Смотрите, пишите мне. Пишите комментарии, ставите лайки. Я вас очень сильно люблю. С вами Бабуля. Пока-пока.